Привет, друзья! Меня зовут Артём Грачёв, и вы находитесь на канале о приключениях и путешествиях. Сегодня мы с моим друганом решили совершить велотрипчик по окрестностям города Владимира. В жопу сяду на коня, и ускочу куда-то х**я, где бьём с огнём, не сыщите меня, и моего коня. Пара-па-пау! Выдвигаемся дальше, и продолжая тему шиповника, деревни и всего остального, хочется сказать следующее. Вот сейчас перед церковью растёт рябинка красная, красивая, сочная, мощная. Так вот, есть такая типа, как сказать, ядовитая трава, которая считается таковой, это борщевик называется. И, собственно, стебель борщевика внутри, он полый, и из него можно сделать трубочки. Собственно, вот эти трубочки мы в детстве делали, и стреляли из этих трубочек посредством рта, вот, собственно, как раз рябинкой. Берёшь, вставляешь в трубочку рябинку, и плюёшь. И играли таким образом в войнушку. У вас было такое? Да, вот Серёга тоже, говорит, играли. В принципе, если хорошо так прижать эту рябинку к трубочке, и хорошо плюнуть с близкого расстояния, собственно, прижигала по жопе, дай боже. Серёг, надо позвонить кому-нибудь. Смотри, какой хороший телефон, тебе не надо никому позвонить. Алё, 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 прекрасная маркиза. Тра-ля-ля-ля, там как дела? Всё хорошо, сгорел что-то дом, кобыла сгорела, сарай, там всё остальное, не помню эту песню. Но суть такая. Да, Серёг, давай, позвони кому-нибудь. Шеф, матрица нас засекла. Matrix has you. Жесть. Всё, пацаны, мы спалились. Валим по первому. Сейчас за нами приедет агент, как его там? Агент Смит выезжает. Всё, поехали, шкеримся. Нам нужно срочно добраться до озера. Но перед тем, как мы доедем до озера, нужно набрать и хлебнуть святой водички, дабы защититься от агента Смита. Погнали. Добрались до водопоя. Сейчас мы наполним наш резервуар. Прекрасно возвращаться по крышу дома твоего, по крышу дома твоего. Так что ж, друзья, мы испили святой водички из местной колонки. Вот, и направляемся дальше по маршруту. Впереди нас ждёт село Новое, где находятся два, ну, относительно красивых пруда, в одном из которых мы, наверное, с вами и искупаемся. Часы уже заткнитесь, блин. Полчаса сейчас часы сами с собой разговаривали о том, сколько мы тут проехали, какой у нас average speed, там средняя, максимальная скорость и всё такое. Вот, собственно, болотце. Но оно нам, ну, как бы, мы купаться будем не на нём, ах, не разложиться бы. Написано, что купаться нельзя, знак. Плотина в аварийном состоянии. Ну, а мы едем дальше. Забыл переключить передачу, ядрить, колотить, а? Ядрёна, пассатижи! Ну, на верхней передаче-то разъезжать. Ощущение комильфо. Ещё и сидел. Встать-то нельзя с камерой. Всё, ты успел переключиться? Я, блин, тоже со съёмками забыл переключить-то. Пониженный ряд. Ребят, затащили. Мы красавчики. Остыли реки, и земля остыла. Остыла. Но я морозы не боюсь. Это в городе мне грустно. И вот очередной адский подъёмчик, но с офигительно красивым видом. Под нами остаётся ещё одно болото. Домик Кикиморы, который окружен камышом. А вот слева пшеничное поле. Ля-пота. Ля-пота и красота. Вон чуваки на квадрике. А вот, друзья, одна из немногих, а ещё оставшихся и работающих, как это называется, живутинаводческая ферма, наверное, это называется по-правильному. Там живут коровки. А вот, собственно, слева. Посмотрите, какой потрясающий просто вид. Ну, реально очень красиво. В солнечную погоду, да, когда суетит яркое солнце, пшеница под его лучами просто блестит золотом. Кайф. И он носит меня, и он носит меня, в няши и снежный гай. Пошёл, 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 пошёл. Серега снимает просто мега эпичные кадры. На память себе снимает просто бомбу. Не, Ребц, кроме шуток, вообще офигенно. Просто офигенно. Пшеница это, собственно, хлеб. А хлеб это что? Правильно, хлеб это всему голова. Самый главный продукт на Руси, который любят, обожают, ценят и к которому относятся с огромной-огромной любовью. Красота еще вот этого пейзажа в чем? В том, что сначала вот идет от дороги вниз, спускается к реке, к ручью, пшеничное поле, а затем поднимается уже такой зеленый альпийский луг с другого борта этой реки. Получается контраст таких цветов, ярко-зеленого и ярко-желтого, и уже вдалеке, практически там перед горизонтом, чуть-чуть правее располагается деревня или там село Аславское в такой излучине реки. И уже за селом протекает река Нерр. Просто, просто красотень. И, собственно, потом мы тоже туда поедем, в это самое село Аславское, чуть позже. А с другой стороны, соответственно, левее, вот располагается жерстноводческая ферма, тоже на таком холме и лугу. И там вон можно видеть, вдалеке бегают мумушки. И эти самые мумушки дают людям, человекам молочка. Серег, ты молоко любишь? Да. Ну так пойдем корову за сиськи дергать. Пойдем дернем. Пойдем, передернем за сиськи коровку, а она нам выцедит молочка. Только знаешь что, Серег? Самое главное, что знаешь? Главное, быка не дернут за кое-что. А то он, может, молочка и даст. Во-первых, не совсем того, которому нужно. Во-вторых, еще и рогами потом натянет. Эх, ляпота. Еще же лето, друзья. Лето, жара, красота, теплынь. В наших, конечно, краях все решает лето. Когда лето, это кайф вообще. Движ, настроение, силы, эмоции, радость. А когда вот это приходит осень, зима, весна, три сезона, которые по факту, блин, один сезон дождя и холода, то это вообще уже, конечно, грусть, печаль, тоска и угорчение. Что, Серег? А нет, вот, все, ключи нашел. Ну вот, видишь? Ну смотри, потерял ключи, остается жить в поле. Или он с коровыми пойдет жить. На свиноферму. Придется, что. Будешь доить, до яркой будешь. Да, да. Фантазюр. Фантазюр. А ты меня развивала. Фантазюр. А мы с тобою не пара. Ты прекрасная гостей. Ты прекрасная гостей. А я. А я. А я люблю тебя сильнее. Фантазюр. Фантазюр. Это, конечно, никакие не древние руины, древних скифов, а какая-то заброшенная опять-таки ферма. Но мы туда сейчас заскочим и посмотрим, что там осталось от нее внутри. Ай, меня сожрали, бля, хорооха. Да кто-то укусил. А как туда попасть-то? Друзья мои, сложно представить Россию без какой-нибудь, ну, прямо скажем, помойки, заброшки или чего-то вот такого. Здесь вот, ну вот откуда здесь, смотрите, холодильник. Да, вот поле, болото и холодильник. Причем два холодильника. Это, конечно, вообще можно найти на этой свалке всякие разные артефакты. Как то холодильники, микроолновки и всякую остальную дребедень. Покрышки. Ну, тут что-то вообще настолько все заросшее, ребят, что, блин, я не знаю. Пройти, мне кажется, здесь вообще нереально. Ценой здоровья и целостности организма прорваться на эту свалку вообще не хочется. Пусть сеет ветер в море, в синем море белые пени. Пусть захлебываясь в пени, в море тонут корабли. Пусть на дно они ложатся с якорями, парусами, на морской песок роняя. Золотые сундуки. Золотые сундуки. Горабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты. Изумруды и рубины рассыпаются дождем. Эй, эй, эй! Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. А будешь нашим королем. Ну что, ребзя, нашли вход вот в эту вот разруху. Но перед тем, как отправиться на ее исследование, мы решили сделать, Серега, небольшую инсталляцию and performance. И замонстырить фоточку на фоне вот этого вот апокалипсиса. Русского апокалипсиса. Русского апокалипсиса с велами. Вот. Так что, давай. Сейчас мы замутим фотку после видео и отправимся и на исследование заброшки. Стреляй дуплетом сразу, давай. Как? Так? Вот так? И вот так? Если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. А что, фотосессия сейчас завершена, Серега говорит, все было прям в фокусе, вообще все. Огнище. Ну что, погнали. Вы понимаете, да, миллион просмотров. И мы делаем еще одну фотку, да. На следующей заброшке. Ладно, погнали смотреть это, собственно, саму заброшку. Серый, пошли. А то я что-то... У меня что-то руки вибрируют. Сейчас, тихо. Пойдем, Серега, а то я один очко учат. А, я просто на зря укол. Да, конечно, бейбрать же нужно. Все это самое интересное сейчас будет. Сейчас здесь этот вылезет, какой-нибудь путевой обходчик там, я не знаю. Ну, какая-нибудь сняга, по-любому будет. Давай ты первый. Опасно, ребята. Фотограф, репортер первый. Погружаем Серегу в гущу событий. Что, карпиоз? Я и в прошлый раз пожегся-то. По центре, вот, блин, все для съемок. Не жалеем, как говорится, себя вообще. Здесь может быть все, что угодно. Здесь может быть маньяки, змеи, крокодилы, динозавры. Блин, вообще, всякая нечисть может здесь жить и нас сожрать Серегой. Но, Серега, мы не боимся. Нет. Вообще. Не, ну, тема-то опасная. Вот. Только у нас. Только мы. Никто, кроме нас. Кстати, вчера же день ВДВ был, да? А, ВМФ. День ВМФ был вчера. Вот. Соответственно, мы почти такие же пацаны. Не трусливые. А вот, господа, лаз в преисподнюю. Черепан! Идрыть, колотить там череп, Серега! Там кого-то сожрали, убили, замочили. Черепок! Жесть! Вон, ребзя, смотрите. Кого-то убили и съели, по-любому. Это страшно, ребзя. Это очень страшно. Очень. Это, по-ходу, очко. По-сантре. Это очко от противогаза. Здесь кто-то погиб от радиации. Вот его черепок остался в этой, в дыре. Вот, собственно, джинсы этого бедолаги, который помер. Ну, собственно, вот. Что это из себя представляет по кругу? Жути мы нагнали. А уж дальше разбирайтесь сами, верить нам или не верить. Ну что, Серега, очко на память не хочешь делать? Ладно, покойся с миром, очко. Все, погнали. Подвиг совершен. Как говорится, мишен и комплекс. Серега говорит, что эта штука опасна. Я ему склонен верить, потому что этот вот... А, еще, реально, кстати, смотри, вот эта плита лежит... Ребят, смотрите, плита лежит вон на одном кирпичике. И она просто в воздухе парит, собственно. Серега, проходи, я быстренько пробегу. И вот, собственно, здесь уже обвал-то был. Вот эти кирпичи, они же не просто так лежат. Ах, твою мать! Часы опять что-то базарят, не в кассу. Так, ну ладно, все, здесь мы все закончили. И путь наш лежит вот туда вот, где виднеются купола циркушки. Мы сначала заедем, осмотрим ее и двинемся в сторону озер, где, наверное, будем купаться. Не переключаемся и погнали! Сейчас вот пришла мысль в голову, что показали вам вот этот вот трешак, хотя собирались показывать красоту. Но на самом деле все правильно. Если бы не было треша, не было бы и красоты. То есть, как понять, что перед тобой какое-нибудь говно, либо красота. Только на контрасте, да, Серега, можно об этом судить. Здесь красиво слева, а справа треш. Да, то есть, вот идешь по дороге, делаешь шаг один, красивый цветочек. Делаешь шаг другой, говно. И вот так вот всю жизнь. Прикиньте? Жизнь в России опасна и трудна, разнообразна и весела, прекрасна и ужасна одновременно. В общем, заебись! А вот справа по борту как раз, как раз красота. Продолжаются поля. А слева все заросло бурьяном каким-то, непролазным. Но как раз и на этом контрасте все смотрится просто шикарно. Дорога по обе стороны, от нее разный абсолютный пейзаж. Мы такие с Серегой на велике катим навстречу ветру. Да, Серега? Да, кайфушка. Ну, а тем временем мы уже, собственно, въезжаем в деревню Новая. О, вот Сантре, смотрите, картофан. Не хочешь, Серега, картошки? Хочешь картошки? Да, ща бы копнуть бы пару кустиков, да? Да и вы этот самый, как его? На шампурочек, либо на мангальчик. И вот как раз картошечка, которую если копнуть, то злая собака откусит тебе яйки. И вот как раз картошки, если копнуть, то злая собака откусит тебе яйки. Может, здесь заезд, заход? Ну да, здесь, наверное, вход, но у меня такое впечатление, что закрыт. Так, подъехали к храму. Пока, собственно, непонятно, как он называется и открыт ли он или закрыт. Ну, здесь мы не будем долго задерживаться, сейчас так слегка подснимем, потому что, ну, обычный такой типичный храм. Тот вот первый был поинтереснее как-то, да, Серега? Ну, это типичный храм с часовней и колокольней. Вроде калечка открыта, можно зайти посмотреть. Так, относится церковь к московскому портреархату Владимирская епархия, Свято-Ильинский храм. Основан в 1831 году. В принципе, древность. ПЕСНЯ 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 Так, ну и напоследок посмотрим, что здесь написано на информационном стенде. Здесь, значит, расписание работы храма. Вот можно видеть литургия, панихида, всякие такие остальные церковные обряды. Вот, есть реклама даже, православный мастер выполнит работы по металлу. Ну и некая историческая справка, что в начале, там, так, 10-15-17 века здесь существовала уже церковь. Потом была построена новая, ну и, соответственно, краткая историческая справка. Так, Серега, что ты, святую водичку решил успеть? Да, решил, малышка. Святой источник, святая водичка. Да, сейчас, в общем, восполним кислотно-щелочной баланс в организме. Выпьем водички и двигаемся в сторону озера. Погнали. Красивое озеро. Да, красивое озеро. Никакого там, как вы могли думать, там, озеро какое-то. Любое. Нет, красивое мы вам покажем озеро, которое вы никогда не видели. Красота просто неописуемая. Возможно, даже искупаемся там с вами. Хотя сегодня вроде не очень жарко, градусов 24, да? Ну, посмотрим. Сейчас по водичке. Все, погнали. Меньше слов, больше дела. Не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!